До выборов президента России осталось ровно два месяца. Сейчас в предвыборную кампанию продолжают 17 кандидатов. К процедуре сбора подписи в свою поддержку допущено 15 из них. Выдвиженцы от парламентских партий Владимир Жириновский и Павел Грудинин от этой процедуры освобождены по закону. Из самовыдвиженцев подписи собирают двое. Владимир Путин и Владимир Михайлов. Общественный штаб поддержки Владимира Путина провел свое первое организационное заседание. Инициаторами выступили трое сопредседателей. Двое из них доверенные лица действующего президента страны. Это директор филармонии Николай Казаков и ректор педуниверситета Владимир Иванов. Хочу поблагодарить все-таки Владимира Владимировича Путина за доверие, которое оказано в Чувашской республике, в том числе мне. И выступать в качестве его доверенного лица – это огромная честь. И я понимаю, за мной стоит еще и коллектив педуниверситета, которые сегодня рассчитывают на стабильное, уверенное развитие как Чувашской республики, так и России. Сопредседатели штаба будут работать совместно с общественными организациями, с председателями ОНФ партии «Единая Россия». Нужно очень много времени и личных сил от каждого члена предвыборного штаба, от всех граждан, поддерживающих данного кандидата. Это разъяснение, это общение со своими соседями, это общение с молодыми людьми, это общение с разными категориями граждан, разъяснение, информационная работа. Потому что именно явка, именно активная гражданская позиция, она в эти выборы особенно важна. На заседании обозначили три главных направления работы. Первое – территориальное. Сейчас по всей республике собирают подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина. Другие направления – отраслевое и информационное. К тому же штабом будет организован прием людей по различным вопросам. На консультацию в Чебоксарах можно приходить по адресу улица Калинина, 80 В. Вся та деятельность, которую мы вели в рамках регионального нашего штаба, в рамках той работы, которую мы осуществляли по мониторингу выполнения указов и поручений президента России, лидера УНФ, они как раз были направлены на то, чтобы решать проблемы, которыми сталкиваются наши граждане, и, соответственно, помогать нашему лидеру в решении этих проблем и задач, которые есть на территории Чувашской республики. Говорили и о некоторых сложностях предвыборной кампании. Чтобы обеспечить всем возможность проголосовать по месту пребывания, надо будет заранее писать заявление в МФЦ, либо в территориальную избирательную комиссию. Людям пожилого возраста сделать это непросто, особенно жителям сельской местности. Есть и другие проблемы. Их предстоит решать членам штаба поддержки Путина. Другие штабы, например, Ксении Собчак и Григория Явлинского, на территории Чувашии уже собрали необходимое количество подписей по 2,5 тысячи, хотя процедура сбора ими еще не закончена. Остальные кандидаты активность на территории республики пока не проявляли. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика.